Глава 8. Реальность этого мира Нам, людям на Земле, предстоит научиться безусловной любви, именно той, которой нас любит Творец. А это пятый уровень измерения сознания. На этом уровне человек безоценочно относится к человеку, непредвзято, с пониманием глубинного замысла его поведения. Хоть он не знает точно первопричины, но всегда понимает, что за этим стоит огромный смысл, который известен только Творцу. Человек есть целостный феномен, за которым всегда сокрыта тончайшая разумность его личной духовной эволюции, обеспечивающая сборку отдельных черт и фрагментов личности. Всякий человек во всякий конкретный миг своего существования – это целая субъективная реальность. Научные исследования подтверждают следующую мысль. Человеческий мозг воспринимает настоящую реальность мира, в лучшем случае до 10% такой, как она есть на самом деле. Остальные 90-е боли мозг человека додумывает до окончательной версии. И те 10% информации, которую он видит во внешнем мире, целенаправленно искажены СМИ. Сильные миры всего дают нам ту информацию, которая им выгодна для управления сознанием и мировоззрением людей. Все знают, как сейчас развиты информационные войны, которые ведутся за формирование картины мира человека, то есть мировоззрения. Да и без этих виртуальных войн человек видит реальный мир с большим искажением и с недостаткой информации и особенностей нашего мозга. Представьте себе, один человек работает на кладбище охранником, каждый день он видит похороны, и у него складывается одно видение мира. Второй работает томодой на свадьбе, а третий живет в глуши, в тайке и общается только с животным миром. У них будет одинаковое представление этой действительности. По сути, сколько на Земле людей, около семи миллиардов, столько реальностей этого мира, точнее субъективных реальностей. Реальный мир для любого человека – это совершенно непознанная Вселенная. Существует большая пропасть между субъективной реальностью отдельного человека и самой реальностью жизни. И самая большая задача нашей цивилизации человека – приблизиться к настоящей реальности, чтобы субъективная мысль каждого человека соответствовала истинной, тем самым каждый облегчит себе жизнь. Потому что именно наше представление о реальности, а не сама действительность, определяет наши поступки и придает им смысл. От чего зависит реальность каждого человека? Реальность человека начинает формироваться с детства, когда нас приучают жить по уготованным стандартам социума, мыслить шаблонами. Мы набираемся знаний, исходя из того, чему учат нас родители и общества, которые живут и руководствуются стереотипами. С накоплением опыта у человека вырабатывается своя оценка того, что он видит вокруг. А видит он через призму своих внутренних потребностей в получении лучшего. Причем лучшего именно для него. Конечно же, на реальность человека огромное влияние оказывает также состояние психики и физического здоровья, а еще условия жизни. И весь этот багаж делается уже жизни человека неповторимым и уникальным. Как нет людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так нет их и с одинаковым жизненным опытом. Следовательно, и внутренние миры людей всегда различаются. В этом есть свои плюсы и минусы. Давайте их рассмотрим. Начнем с плюсов. Так как видение мира каждому человеку уникально, значит он разнообразит его. Он вносит свою краску и свой оттенок, делая наш мир многограннее и уникальнее. Субъективное видение реальности – это своего рода окно в мир. Вид из этого окна с одной стороны узок, с другой стороны каждый другой человек может зайти туда и посмотреть на свой мир другими глазами из другого ракурса. Заглядывая в окна друг друга, люди дополняют свою картину мира. Это один из вариантов познать настоящую реальность. Теперь о минусах. Видение мира каждого человека ограничено. Представьте себе ученого, увлеченно рассматривающего в микроскоп жизнь бактерий и совершенно забывшего о том, что вокруг него существует другая жизнь. Семья, праздники, другие города и события в странах. В данный момент реальностью он считает именно ту, которую под микроскопом. Засада в том, что каждый человек считает правильным именно свое видение реальности и с ярым постоянством навязывает его всем вокруг. Особенно преуспевают в этом родители, совершенно не считаясь при этом с интересами и увлечениями своих детей, заставляющие детей жить по их указке. Поступать в те учебные заведения, которые выгодны с их точки зрения, жениться и дружить с теми, кто на их взгляд правильнее, носить те вещи, которые нравятся им, и так далее. Родители, зачем вам дали детей? Наукой об инстинктах, петологии, давно опровергнуто, что ребенок рождается, как чистый лист бумаги. Ученик не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Удар. На самом деле он рождается заданной программой, сформировавшимися способностями и талантами, которую родители, по своему незнанию, зачастую мешают ему реализовать. Возможно, ребенку нужно стать художником или писателем, а он родился в семье спортсменов, и все члены этой семьи заставляют его качать мускулы по своему подобию, иногда даже высмеивая склонность к творчеству, считая талант чем-то поверхностным и несерьезным. Тем самым родители попросту ломают ребенку жизнь, либо удлиняют ему выход на свой истинный путь самореализации, который дан каждому заранее от природы, по сути, высшим началом. В наступившей реводаре родители-садовники обязаны вспоить и вскормить дарованное им семя. И горе тому, кто из ромашки захочет выпистывать розу, пытаясь насильственно расковырять, будто он до срока. У каждого свой срок созревания, и кому-то нужно пару десятков лет, а кому-то несколько жизней. Разумеется, в свободном воспитании должна быть золотая середина. Даже самая светлая и чистая идея, доведенная до абсурда, станет катастрофой. Например, как революция 1917 года. Многие родители являются невольными тюремщиками своих чад. Но для дитя всегда любые обстоятельства жизни кармически обусловлены. Он сам выбрал время, страну, семью и тело для данного воплощения под свои задачи. И есть глубинный замысел. Зачем-то ему нужно было там родиться. Может, как раз для того, чтобы он учится отстаивать свои интересы, цели и мечты. Главное уже взрослому ребенку понять урок. Чему он обучается в данной семье. Если папа и мама не уясняют себе о своей служебной функции по отношению к детям. Представители подрастающего поколения будут страдать в носе катастрофические дисгармонии и в собственную душу, и в окружающие тонкие планы Вселенной. Родители, помните. Нельзя делать детей игрушкой своего настроения. Творать то жестко контролировать, шантажировать, свою любовью и псевдо-заботой о безопасности. За детьми всегда присматривают их личные духовные кураторы, ангелы. Дети даны вам на время, а не в собственность. И ваша задача – помочь раскрыть их таланты и способности и помочь выполнить их запланированный контракт души. Что мешает осознанному формированию своей реальности? Жизнь, которую мы воспринимаем пяти органами чувств – это нереальность. Квантовая физика показала, что пространство и время – это иллюзия. Поэтому наши тела не могут быть реальностью, если занимают место в пространстве. Эрнест Резерфорд проделал в Манчестере эксперимент, который открыл, из чего состоит атом. Ученые были шокированы тем, что атом почти полностью состоит из пустого пространства. И тогда встал вопрос – как пустой атом может творить твердый мир вокруг нас? Наши истинные сознания не существуют в наших мозгах или наших телах. Но эта иллюзия наших тел, наряду с дезинформацией о нашем истинном происхождении, породила идею о том, что мы все мыслим независимо друг от друга. Из-за этого недоразумения невозможно объяснить телепатию, ясновидение и другие феномены, имеющие дело с передачей информации без физических средств коммуникации. Но если вы понимаете, что мы все – часть Вселенной, фракталы Единого Высшего Разума, это простое объяснение снимает все загадки об реинкарнации, дежавю, предсказаниях и прочее. Что помогает сформировать позитивную реальность? Материя самых основных строительных блоков атома воспринимаемого бытия податлива и формируется намерением. Это означает, что именно ваше сознание формирует реальность. Это трудно принять для большинства, так как у человечества левополушарное мышление и левополушарный метод образования. Поколение за поколением нас приучали фокусироваться на фактах, фигурах и только на числах. Повторение использовалось для того, чтобы внедрить бессознательно то, что они изучают. Дети не поощрялись за вопросы об аргументированности получаемой информации. И даже высмеивались. Однако те дети, которые слева воспринимали информацию как верную и просто выдавали информацию по команде, становились во главе власти. Деструктивным силам нужны покорные исполнители. Таким образом, ваше позитивное намерение, эмоции, чувства, мысли помогает вам формировать вашу личную позитивную реальность. Единая связь всего сущего Наиболее пагубное влияние использования только левополушарного мышления, известно как подавление женского начала, которое тысячелетиями через великие подавлялось в обществе. А подавление правополушарного мышления – это связь с космосом и со своей истинной сутью, душой. И эта связь постепенно потерялась. Сегодня пришло время восстановить этот баланс и выйти напрямую без посредников на контакт с Высшим началом и своими духовными кураторами и стать с ними, со Творцами. Человек на Земле – посланец Творца. Творец – это не личность. Он выглядит, как духовная паутина, взаимно сплетающая все сущее. Коллективное сознание космоса – это и есть Творец. Наши тела – это транспортное средство и сбор опыта для Высшего Разума. Мы, как посланцы в плотные миры разных измерений, являемся руками, управляемыми аватарами, высших духовных групп под разные задачи. Именно так возможна эволюция Вселенных и Разума Космоса. Но часто люди не выполняют этих совместных задач и тем самым являются для Вселенной бесполезной единицей, но в любом случае очень любимой. Секрет гармонии мироздания Сколько на нашей планете миллиардов человек, столько же существует субъективных реальностей. Нужно уважать видение и взгляд каждого человека, особенно своих близких. Ведь реальность многогранна. В жизни может быть и так, и эдак, столько вариаций, что ваш дом захватывает, когда понимаешь, что параллельных реальностей тысячи. Многие задаются вопросом, как достичь вершин высшей безусловной любви к ближнему. Какая она, безусловная любовь, и в чем выражается? Прежде всего нужно научиться спокойно и адекватно воспринимать другого человека, который может быть для вас наградой спасением, мучителем и тираном, учителем или учеником. Но в любом случае его индивидуальное видение мира приносит пользу и нам, и всему человечеству. И уж совсем лишнее предпринимать попытки получать Творца своим чувством справедливости и возмущением, что мир, и в частности человек, какой-то не такой. Можете не верить, но Творцу нашего мира виднее, что нужно каждому из нас. Безусловно, любить каждого человека – это принимать его таким, какой он есть. Весь секрет подлинной глубокой гармонии мироздания как раз и состоит в том, чтобы радоваться самому факту существования рядом с нами всякого человека. Если мы научимся взращивать такую безусловную любовь в семье, то каждый ее член по отдельности и вся семья в целом будут надежно защищены от внешнего негатива, от посягательств общества, пытающегося навязать ограничивающие шаблоны поведения. Причины человеческих страданий – ожидания от мира. Развитие – это главный закон Вселенной. Все, что нас окружает, постоянно развивается и совершенствуется. И только человек, за редкими исключениями, не желает соответствовать окружающей реальности, не стремится к саморазвитию и самосовершенствованию. И в этом как раз заключается источник большей части жизненных неурядец. Как уже говорилось, головной мозг любого человека жаждет стабильности и всеми силами старается удержаться в зоне комфорта. Но настоящая реальность-то развивается постоянно. И перед любым организмом, а тем более перед человеком разумным, стоит задача развития, причем даже с некоторым опережением во всех сферах. Ведь тот, кто не успевает осваивать новые технологии, новые компьютерные программы, новые средства связи, тот просто-напросто выпадает из социума. Человек элементарно не найдет себе достойной работы без знаний компьютера. И человеческая душа, которой досталась пассивной ленивой психика и тип нервной системы, иногда не успевает с эволюционным саморазвитием единой жизни мирозданий. Когда эгрегор семьи или душа отдельного человека вступает в противоречие с развивающейся реальностью, то эта реальность, а по сути творец, начинает выстраивать в душе жесткий формат, чтобы заставить ее изменить свою ленивую и пассивную жизненную позицию на активную. Существует аксиома законов мироздания. Все закостенелое со временем изживает себя и необратимо приходит к кризису, который заставит произвести собственную перестройку. Что происходит с человеком, если он игнорирует эволюцию? Случай жизни Обычная семья Муж, жена и взрослый ребенок В браке более 25 лет Один из них, муж, огромными шагами развивался в познании себя и мироздания. Книги, курсы, тренинги, вебинары, духовные практики. Он рос в своей специализации, становясь экспертом. Финансы росли. В итоге он вышел на уровень мышления успешного человека, который мыслит возможностями. Жена в своем интеллектуальном и духовном развитии отстала от него на много ступеней, скорее пролетов. Ничем, кроме примитивных потребностей, не интересовалась. Шмотки, кулинария, сериалы, сплетни с подружками. В ее картине мира виноваты все. Вокруг одни сволочи и жулики, которые жаждут только наживы. Соответственно, она взаимодействовала с людьми на тех же принципах. Конфликты, агрессия, недоверие и осуждение. Картины мира супругов различались радикально. Муж многие годы старался подтянуть ее, искренне пытался наладить сложные отношения, веря в лучший исход. Жена же посылала его со всей психологией и прочей духовностью далеко на Кассиопии. Женщину вполне устраивало ее болото. Общих интересов у них становилось все меньше, понимание пропало. Виде деградацию личности с каждым днем. Любовь мужа к супруге погасла, он не выдержал и ушел. Для женщины это оказалось громом среди ясного неба. Под старость осталась одна. Ребенок сбежал из дома от невыносимых страданий матери по поводу развода. Здоровье женщины от стресса и беспорядочного питания резко стало разваливаться. Вдруг у ее престарелого отца ухудшилось здоровье, пришлось взять его к себе и ухаживать. Их отношения с детства были на ножах. Из-за постоянных конфликтов и психических срывов ее уволили с работы. В одночасье обрушились все сферы жизни. Ее вернули отрабатывать свои кармические долги с отцом. Она осталась у разбитого корыта и на обочине жизни. Почему? Жизнь убежала, а она остановилась в развитии. Делайте выводы. Иначе вселенная сделает жесткий формат, от которого вы не сможете отказаться. Обособившись от окружающей социальной реальности, человек начинает испытывать чувство обиды на то, что он отстал от убежавшей вперед жизни. В психологии такой механизм называют проекцией. Человек, который духовно-эволюционно не зрел, не желает признавать свою неправоту и переносит неприятие самого себя вовне, практически на все, что попадает в его поле зрения. У такого человека виноватыми получаются все вокруг, кроме него самого. Механизм проекции служит своеобразной лазейкой для застопорившегося в своем развитии человека, разрешая ему в собственной линии бездействия обвинять окружающих людей. Со временем проективные обиды человека начинают распространяться абсолютно на всех, переходя в убеждение, что его никто не любит, не уважает, не понимает, все ошибаются, все пытаются его обмануть, все настроены против него. Помните, если реальность не соответствует нашим ожиданиям, значит что-то не в порядке с самими ожиданиями от мира. Соответственно, в первую очередь нужно менять их. Еще одним продуктивным приемом удерживания людей в пределах суждения общества является реализация психологического защитного механизма интроекции. Процесса, при котором идущий из вне ошибочно воспринимается как приходящий изнутри. Социум не любит людей, которые слушают свою душу, не хотят жить как обыватели, стремятся вперед. Таким людям общество, которое всеми силами избегает осознанных назревших реформ, начинает мстить. Игрегор социума создает подсознательно негативные ситуации, при которых такую белую ворону начнут осуждать, пытаясь общественным мнением вернуть к нормам установленной нравственности. Будь таким, как все, не умничай. Тебе больше всех надо? В ход идет религия с ее запугиванием и насаждением чувства вины, стыда, ложной ответственности. Мы помним, как игрегор социума корал двигающих прогресс во времена Инквизиции. Но даже в наше время большинство людей не знают или же забывают о том, что основная часть их негативных переживаний – это внутренние проявления программ важей, наложенных на каждого из нас во время воспитания и обучения правилам социального поведения, иной раз противоречащих здравому смыслу. Людей тревожат не сами вещи, а чужие мнения, которые создали о них. Например, мне куда важнее, что скажут мои духовные кураторы, когда я приду домой в духовный мир, и с меня спросят «А чего ты испугалась на Земле?» Мнение толпы, которое запрограммировано на страх, управление и подчинение тупым социумным законам. И я помню главное, что моя душа вечна, и куда важнее мне выполнить те задачи, которые я наметила перед воплощением как душа. Я не хочу повторно проходить много раз одни и те же ясли и детский сад человеческого сознания. Если честно, меня это с детства пугало, столько времени и усилий потрачено впустую. Кстати, об этом же переживаю сейчас современные дети, индиго, кристальные, радужные. Они в полном шоке от нашего образования. Они не понимают, зачем весь этот тупизм. И они убегают от данного обучения. И главное, я знаю, что за мной стоят 24 часа в сутки мои духовные кураторы, которые помогают мне на каждом шагу выполнить свой контракт. Значимость семьи в эпоху Водолея Человек и семья представляют собой корабль, несущийся в бурном потоке непрестанно изменяющийся реальности. Люди не стоят на одной ступени эволюции вместе с истинной реальностью. Они распределены по лестнице восхождения. Кто-то убегает вперед, кто-то отстает, кто-то идет в ногу основных тенденций развития. Особенно в наше быстротечное время. Условно говоря, на Земле собраны в одну песочницу души разного уровня опыта и развития. В ней находится большой спектр от совсем молодых душ, малышей, даже если не находятся в зрелом физическом теле, до профессоров университета. Семья представляется наиболее перспективной в духовно-эволюционном плане тонкоматериальной сущностью и Грегором. И в идеале призвана не приспосабливаться к социуму, а подтягивать окружение за собой в процессе каждодневного духовного роста. И эта аксиома должна относиться к каждой социальной группе, человеку и институту. Семья должна укреплять и развивать отношения с социальными Грегорами через постоянную духовно-эволюционную работу. Для того, чтобы укреплять отношения, их необходимо периодически, добросовестно и дружелюбно выяснять, то есть структурировать и конкретизировать. При проработке высшей безусловной любви следует сохранять податливость, мягкость, восприимчивость, уступчивость и адаптивность. То есть акцентировать именно и не энергии, женские. Это восстановление интимной дружбы, взаимной привязанности и психологически уютных отношений друг с другом. Высшая духовная любовь выражается в бескорыстном восхищении самим фактом существования другого человека. Аспект единой любви осознается, как желание что-либо сделать вместе с любимым человеком. Как выйти на новое мышление сознания пятого измерения? Вот мы и перешли плавно к самой основной части идеологии. Космические законы мироустройства или правила игры мироздания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok